Здравствуйте! Вы смотрите программу «Независимое мнение» и с вами я, ее ведущая Лилия Бураковская. Сегодня у меня в гостях очень интересная гость. Женщина, которая когда-то практически ворвалась в молдавскую политику и начала довольно сложную реформу в очень чувствительном, сенсибельном месте для всего нашего общества. Женщина, которая была министром образования и которая сейчас возглавляет партию Майя Санду. Здравствуйте, госпожа Санду. Здравствуйте. Буквально недавно, в марте месяце, состоялся очень чувствительный съезд вашей новой партии, на русском он называется ПАС, на русском действии «Солидарность». Съезд был довольно тихий, скромный, то есть практически вы начали какую-то новую политическую линию в нашей стране, которая будет не помпезной, оставшейся нам когда-то в наследии, а такой более адекватной, если я правильно понимаю то, что вы делаете. Но у меня, честно говоря, там интересен был один момент, руководство избрали на 10 месяцев, это так? Да, это так. И мы решили это сделать, потому что мы создаем партию новую, у нас более 7000 членов, и мы пока не очень хорошо знаем друг друга. Может, члены партии знают меня больше, потому что я была министром, а других членов партии люди еще не знают. Поэтому, когда мы создавали структуру на местном уровне, мы сказали, что выбираем структуру на 6 месяцев. Потому что, опять же, люди не очень хорошо знали друг друга, они голосовали, тайные голосования, они там выходили, говорили о своих успехах до сих пор, что они собираются сделать, развивать партию на местном уровне. Но не очень хорошо люди знали друг друга, чтобы выбирать на следующие 4 года. И тогда мы сказали, давайте посмотрим, как вы будете работать на следующие 6 месяцев. После этого мы встретимся, у нас уже будет опыт работы друг с другом. И потом вы выберете представителей партий на 4 года. И мы решили сделать то же самое и на национальном уровне. И бюро, и председателя мы выбирали только на 10 месяцев. То есть по результатам президентских выборов вы хотите? Включительно, да. Не только, потому что мы не только этим будем заниматься. Мы строим партию. Мы только что создали, нас только что регистрировали. Сейчас нужно создавать партию, чтобы она стала большой и чтобы в нас люди верили. Поэтому 10 месяцев. Вы, как я сказала, в самом начале, вы практически ворвались в молдавскую политику. Потому что вы сразу вошли в рейтинг, знаете, как человек, который довольно резко и жестко говорил свое слово. Что не очень свойственно женщинам молдавской политики. Если честно, это опыт работы на Западе вам помог? Или это ваши какие-то черты характера, что вы ставите цель и несмотря ни на какие препятствия вы идете к этой цели? Наверное, то и другое. С одной стороны, я работала в Мировом банке. Я читала про реформы. Я читала про реформы в разные страны. Я знала, насколько сложно вообще внедрять реформы. Должен быть и политический контекст. Должны быть и люди, которые хотят эти реформы внедрять. И с другой стороны, есть и черты характера. Когда я пришла в Министерство образования, во-первых, если вы помните, меня не было слышно долгое время. Потому что я пытала разобраться, что в этом секторе происходит. То есть мы сделали какой-то анализ, а потом мы уже стали искать решения. Но я знала, что жизнь министра недолгая. Так что нужно реформы очень быстро внедрять. Поэтому мы так пошли. И довольно-таки быстро. Хотя, конечно, мы не все успели. Но в образовании, чтобы провести хорошую реформу, чтобы все уже чувствовали эффект реформы, нужно хотя бы 4-5 лет. Так мне говорили все иностранные специалисты, которые работают в образовании уже много лет. Что первое вас поразило? Скажем так, поразило неприятно, да? С чем вы столкнулись? Что вас удивило, что это имеет место быть в работе Министерства образования? Было очень много. Но первая проблема, я об этой проблеме говорила, это была финансовая ситуация в Министерстве. Потому что если ты ответственен за бюджет Министерства, тебя интересует, чтобы там все было хорошо, чтобы потом ты не отвечал за какие-то проблемы. И когда я пришла в Министерство, и я попросила Министерство финансов, чтобы они сделали финансовую инспекцию, чтобы они сделали анализ финансовой ситуации Министерства, они через три дня пришли и сказали, мы не можем этого сделать, потому что в вашей бухгалтерии нет документов, чтобы мы вообще смогли сделать хотя бы какой-то анализ и сказать вам, что там происходит. И вместо того, чтобы мне помочь разобраться, какие у меня там проблемы, они сказали, сейчас вы должны восстановить всю информацию, которая там, которая исчезла. Меня это, конечно, испугало даже. И потом многие месяцы работали над тем, чтобы поправить ситуацию, чтобы начать с нуля. Скажите, а вот эта идея начать все-таки с реформы сдачи бакалавриата, это идея ваша или кого-то из членов вашей команды? Почему вы решили начать реформировать систему образования именно отсюда? Ну, там были разные причины, почему мы начали с бакалавра. Одна из их причин была то, что общество требовало изменений. Вы помните, что каждый год все об этом говорили, все знали, что там коррупция, никто не знал, насколько плохая ситуация, но никто не знал, но все знали, что там есть проблема. И мы знали, что если мы не решим проблему сдачи экзамена бакалавра в первый год, у нас нет будущего в министерстве. То есть нам нужно было решить этот вопрос, потому что второй попытки уже не будет. С другой стороны, мы пытались все остальные реформы делать, но когда у тебя нет чем измерять качество в образовании, вообще диалог с теми, которые работают в образовании, очень сложный, потому что бывали директора школ, которые нам говорили, а у нас все хорошо, почему вы говорите, что нам нужно что-то поменять, смотрите на результаты экзамен, у нас все хорошо, у нас нет никаких проблем ни с финансированием, ни с тем, как мы используем финансы, ни с тем, как мы привлекаем учителей и так далее. А когда уже у нас появился хотя бы один показатель, реальный показатель того, что происходит в образовании, тогда мы уже смогли и все остальные реформы продвигать, включая, чтобы все директора школ были наняты на работу через конкурс и многое-многое другое. То есть появился показатель, и мы смогли всем показать, что нужна реформа. В какой-то степени, если можно так сказать, фигурально, жертвами этой реформы стали дети, которые в принципе просто были заложниками системы. Ведь вы в министерстве прекрасно знали о том, что даже не во всех школах есть необходимые дидактические материалы или достаточно высокий уровень преподавания. Достаточно посмотреть документы каждой школы. Или такой элементарный момент, как не во всех школах, допустим, если взять Гагаузию, были учителя румынского языка. В некоторых вообще он преподавался только на 11-12 класс. В принципе, не могло помочь этим детям выучить язык, не имея даже среды, где общаться. Но все должны были сдавать на равных условиях, независимо от того, в каких условиях они обучались 12 лет. И получилась система, при которой государство не обеспечила детей всех этих учеников всем необходимым, но спросила с них по полной программе на экзаменах за бакалавриат? И да, и нет. Нет, потому что все-таки были дети, которые учились, несмотря на все проблемы системы. И несмотря на то, что они хорошо учились, они не обязательно получали самые высокие оценки. Вот эти дети, они не могли потерять. И даже сейчас я получаю месседжи от них, от детей, которые говорят, что это их спасло. Но с другой стороны... Вы убрали такой момент, как субъективный оценка учителей. Но с другой стороны, конечно, есть и проблема в том, что детям не то, что говорили, но им давали понять, что даже если они не будут учиться, их проблема будет решена. И они, конечно, не все, но некоторые не очень учились. И те, которые попали в первый год, мы им говорили осенью еще, что у нас будут жесткие правила, но никто не поверил. Но все равно самое главное, чтобы дети поняли, что их будут оценивать, исходя из их эфортури. То есть, если они мучатся. Прилежание школьного. То есть, мне кажется, что это самое главное. Если смотреть сейчас назад, мы видим изменения. То есть, дети изменили свои поведения. Если учителя, если министерство, если родители создадут хорошие условия, то дети не создадут нам никаких проблем. Наоборот, они будут... Посмотрите, цитата. Я вам в конце цитата скажу, чья это. За качество знаний отвечают не только учащиеся, но и преподаватели учебные заведения. Министерство просвещения должно оценить уровень образования, посмотреть, насколько хорошо оснащены школы, каков уровень квалификации преподавателей, и уже потом разработать более комплексный план. Ошибочно свалить всю вину только на школьников. А предлагаемая проверка их на металлоискатели, как это было, это унизительная и несправедливая процедура. Качество образования зависит от хороших партнерских отношений между учеником, преподавателем и родителем. Это цитата 2013 года нынешнего министра образования Карина Фосо, которая тогда очень жестко вас критиковала, но, насколько я помню, оставила всю эту систему в этом году в силе. Я бы очень хотела, чтобы мы поменяли всю систему за ночь. Но то, о чем вы говорите, мы начали, и особенно самый главный элемент реформы, это реформа подготовки и не только подготовки, но преподавателей и зарплаты, чтобы была хорошая зарплата преподавателей. То есть это самый важный элемент. Но это же нельзя решить за несколько месяцев. Если мы подождем, пока все это будет сделано, то еще не знаю, сколько поколений детей пройдут через это субъективное оценивание. Так что это неправильно, но правильно то, что мы должны, конечно, реформу сделать, потому что никто еще не решил вопрос хороших учителей. Мы знаем, что хорошие дети не очень хотят пойти учиться на учителей, потому что зарплата плохая, потому что условия нехорошие. То есть это самая главная проблема. Ее нужно решить сегодня, чтобы у нас были хорошие учителя хотя бы через 5-10 лет. Если мы сейчас не поставим вопрос ребром и не сделаем это, то у нас будут серьезные проблемы в образовании даже через 10 лет. У вас экономическое образование, вы менеджмент заканчивали. Скажите, как расценивать тот факт, что наша страна ежегодно выделяет бюджетные средства на подготовку учителей, обучает, в принципе, за деньги налогоплательщиков, как принято говорить в цивилизованных странах, и при этом каждый год мы не имеем учителей, хотя их выпускается ежегодно несколько тысяч. Куда они деваются? Почему мы тратим деньги на тех, кто уезжает и не отрабатывает? Во-первых, и мы сделали здесь очень большой анализ. Это называется неэффективный менеджмент. Да, но проблема в том, что не все, которые учатся, должны учиться на педагогических специальностях, потому что, во-первых, они не хотят вообще работать в образовании, а во-вторых, они не все очень хорошие. То есть бывает и такое, что те, которые не смогли поступать на других факультетах, они идут на педагогический. Проблема здесь в зарплатах. Нужно, чтобы правительство передало или поменяло зарплату, чтобы люди... Поменял отношение вообще к системе образования. Чтобы они знали, чтобы все знали, что если ты идешь учиться на учителя, то у тебя будет хорошая зарплата. И были дети, очень хорошие дети, которые сдавали экзамены, они мне говорили, я очень хочу, я чувствую, что мне нужно быть учителем, но если вы мне не говорите, что через пять лет будут хорошие зарплаты, я не могу пойти сейчас и выучиться на учителя. Вы мне можете сказать, что через пять лет будут хорошие зарплаты? Я сказала, мы постараемся, но, конечно, я не смогла обещать, потому что это не только от меня зависит. То есть здесь нужна очень серьезная реформа. Мы сделали анализы, мы начали разработать программу. Я знаю, что нынешнее руководство министерства вроде поддерживает эту программу, она не в полном составе, то, что мы там включали, но большинство мероприятий там есть, но это, конечно, должна быть государственная программа, не только то, что что-то написано на бумаге, это должно быть в бюджете, чтобы все поняли, чтобы образование стало приоритетом в реальности. Вы были министром в трех правительствах, насколько я помню, правительство Филата, правительство Лянко и правительство Габурича. Ну, Габурич очень маленький был срок, он не успел практически ничего, хотя программа была, в принципе, неплохая. Правительство Лянко, правительство Филата чем-то что-то после себя оставило более такое существенное. При этом вы критиковали своих бывших коллег, уже когда вы ушли в оппозицию, да, скажем так. Считаете ли, насколько этически, морально вы считаете, что бывших своих коллег, с которыми вы работали вместе, вы голосовали с ними за те же самые законные проекты, да, постановление правительства, все то же, спустя какое-то время говорит, что это неправильно? Я отвечала за свой сектор. Я отвечаю за свой сектор. Если бы все коллеги сделали хотя бы то, что я сделала в свой сектор, то у нас была сегодня другая ситуация. Потому что, если ты занимаешься образованием, хочешь улучшить эффективность государственных денег на образовании, а с другой стороны, например, Нацбанк не занимается банковской системой, и у нас происходят такие краши, как это можно совместить? В этом был вопрос. Потому что, если бы все министры и все мои коллеги сделали бы хотя бы то же самое, что мы сделали в образовании, то, поверьте мне, мы были как страна в лучшем состоянии, чем сегодня. А так... Вы были единственным кандидатом премьер-министра, которые, насколько я помню, поставили очень жесткие условия поменять главу Нацбанка, поменять главного прокурора, чтобы они ушли в отставку и, по-моему, даже хотели, чтобы расследование было по результатам их деятельности. Почему в нашей стране премьер-министры или любой другой политик крайне редко выдвигают такие жесткие ультиматумы? Я вам нужен, я соглашусь, если... Так уж, Олга Борич, так могли прийти вы, но вам не сложилось тогда. Почему так происходит? Ну, я не могу ответить за других. Я могу сказать, почему я поставила такие... Кажетские условия. Условия. Потому что уже было понятно, что произошло в банковском системе и насколько это было плохо. Я не хотела работать с таким председателем Нацбанка, потому что было понятно, что он не смог или не захотел понять, что происходит в банковской системе. И что может сделать премьер-министр, если вся банковская система, не знаю, или там кражи есть, или вообще банкротство и так далее. Я считаю, что оба, и прокурор, и глава Нацбанка в ответе за то, что произошло в банковской системе. А из-за того, что произошло в банковской системе, это уже покрыло все маленькие результаты, которые мы смогли получить в одном секторе или в другом. Более того, это отразилось на нашей стране, что в жизни не стоит. то без того, чтобы решить этот вопрос, правительство не смогло бы ничего хорошего сделать. А вас говорили, когда вы работали премьер-министром, что вы человек-филат. Объясню, почему. Потому что говорили, что он абсолютно полностью встает на защиту всего того, что вы предлагаете. И даже во фракции иногда были не самые простые разговоры, потому что ваши реформы какое-то время будоражили общество очень-очень сильно. Вы даже как первое время входили в тройку антирейтинга. Да. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с господином Филатом и к тому, как развивается его дело? Ну, во-первых, я должна сказать, что он поддерживал реформу, что не все в партии поддерживали. Это понятно, потому что еще не знали, как люди будут реагировать. И сначала люди не очень хорошо реагировали. И это нормально, когда политическая партия боится за то, что люди будут думать. Как реагирует электорат. Да, конечно. Но я всегда говорила, что я пришла сделать реформы. Если вас реформы не интересуют, то меня не интересует эта функция, потому что я могу сделать что-то, если не лучшее... Более интересное для себя. Если не лучшее, да, более интересное. Было очень интересно работать в Минобразовании, но если они не дали бы мне сделать реформы, то это не было бы интересно. И я всегда ставила вопрос ребром. Или я делаю, или я ухожу. И это сработало. Не знаю, если это единственный аргумент. Что происходит сейчас? Ну, я буду говорить то, что говорят... Говорит общество, гражданское общество, что непонятно, почему за закрытыми дверями держат процесс... Проходит слушание дела. Проходит слушание. Это непонятно, потому что нам всем интересны аргументы, особенно потому, что правительство говорит, что оно хочет, и не только правительство, но и новое... Говорит общество, да. Они говорят, что они хотят докопаться до истины, что произошло в банковской системе. И это идет им на руку, если они смогут докопаться и все показать. То есть, если бы они нам всем показали все аргументы, было бы очень хорошо для них. То, что они все это делают за закрытыми дверями, не повышает уровень доверия. Да, доверие в то, что они делают. Так что... Но вообще, то, что у нас нет сегодня хорошей юстиции в этом месте... То есть, вы не верите в то, что наша нынешняя судебная система свободна в принятии решения? Нет, конечно. Я об этом говорила много раз. То есть, вы считаете, что дело Филата все-таки это политический заказ? Я не... Или имеет просто политическую окраску? Наверное, имеет политическую окраску. Я не могу сказать, что премьер-министр не знал о том, что происходит в банковской системе, потому что он все равно имел отношение к этому или хотя бы информации и так далее. Я не могу сказать, насколько он был вовлечен в этом. Но то, что я не верю в нашей юстиции, то, что этот процесс какой-то непонятный, это всем известно. Давайте вернемся к теме вашей новой партии. Когда-то вы говорили о том, что не хотите вступать в никакую партию. Потом вы сказали, что вы вместе с Натальей Германовым вступите в ЛДПМ, потом отказались от этого решения, потом заявили о том, что будете создавать новую партию свою, потому что ни одна из существующих не отвечает вашим требованиям. И все-таки основная задача создания новой партии. Просто в Молдове за последние 20 лет было зарегистрировано более 95 наименований партии. Несколько, 150 раз, 150 меняли ребрейдинг и еще что-то. То есть для маленькой страны, в которой уже с трудом осталось 3 миллиона жителей, это, скажем так, мягко говоря, перебор небольшой. Почему все-таки новая партия? Ну, во-первых, вы сказали, что я не собиралась, и правда, я не собиралась стать членом политической партии, когда когда разговор был про министерство, я сказала, ну, я не хочу стать членом партии. Потом уже перед выборами, после того, как был, когда парламент поддержал кодекс образования, все эти реформы, я сказала, хорошо, я могу помочь в компании, потому что вы все реформы в образовании поддержали, и я в ответе за это. Но я не записалась в партии, была компания, после этого мы все узнали про то, что произошло в банковской системе, и я тогда уже поняла, что я не хочу вступать в партию, потому что было очень много вопросов, почему это произошло, и почему это допустили. А потом уже я ушла вообще из правительства, и некоторое время вообще думала, что все, я сделала то, что смогла, политика это не для меня, и так далее. Были разговоры, были люди, которые говорили, но все равно мы должны попробовать, потому что если бы была другая партия... Одновременно в это же время создавалась партия платформы достоинства и правды, которая очень оппозиционная, одна из наиболее ярких, выступающих довольно жестко в оппозиции по отношению к действующей власти, вы не присоединились к ним, вы решили создать свою. Да, потому что есть люди, которые не видели себя в эту новую партию, и когда мы говорили со друзьями или теми, которым... Единомышленникам, скажем так, да, это лучше, мы сказали, что должна быть альтернатива, потому что мы не хотим опять же выбирать наименьшее зло или не знаю, так что конкуренция должна улучшить и нас, и платформа, да, и тогда мы решили попробовать. Если у меня правильный перевод на русский, вы меня поправите. ПАС обещает обеспечить качественное внедрение соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, составая госинституты по европейскому образцу, которые будут работать в интересах граждан. С Румынией и Украиной партия будет укреплять добрососедские отношения через приграничное сотрудничество, торговлю, инвестиции, разрушение региональных коррупционных сетей. Соединенными Штатами ПАС обеспечит нормальные неконфликтные отношения. А, Соединенными Штатами обещает выйти на новый уровень стратегического партнерства с Россией обеспечить нормальные неконфликтные отношения на основе общих интересов в области торговли, инвестиций, свободного передвижения и культурных связей. Это правильно, да? Да, это правильно. Скажите тогда мне, почему стратегическое партнерство с США и нормальные отношения с Россией? Ну, потому что до сих пор эти отношения не всегда можно было назвать нормальными. И мы начинаем с того, чтобы нормализовать это. А потом уже посмотрим. Вообще-то мы будем сфокусироваться на внутренних проблемах, потому что здесь ожидания наших сограждан. Они хотят, чтобы мы решили их вопросы. А их вопросы или проблемы элементарные. Это борьба с коррупцией, чтобы они знали, что их не воруют каждый день. Они хотят, чтобы у них были хорошие дороги. Они хотят, чтобы дети шли в школу, не теряя времени. После того, как они выйдут из школы, университета и так далее, у них были хорошие работы. Создание хороших рабочих мест. Как это можно сделать? Это можно сделать, создавая конкурентоспособную атмосферу для бизнеса и так далее. пусть здесь нужно начинать и тогда мы сможем решить все вопросы. То есть вы решили пойти по пути, который не так давно, год назад, я должна сказать, к Альман-Мижи. Изберите наконец-то про молдавское правительство и начните заниматься решением молдавских вопросов. Об этом речь. Мы сейчас с вами перебремся на небольшую рекламу и продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, реклама будет недолго и дальше будет тоже интересно. Мы вернули студию после небольшой рекламы, напоминая программа Независимое мнение, и сегодня у меня в гостях Майя Санду. Мы говорим о политической ситуации, о будущих планах и о том, насколько сложна женщина в молдавской политике. Госпожа Санду, вы не так давно заявили о том, что вы готовы выдвигаться на пост президента республики Молдова и даже в одном интервью сказали, что вы хотите быть президентом страны. Почему? Ну, потому что кому-то нужно решать вопросы, с которыми мы сталкиваемся с одной стороны, с другой стороны, потому что у меня есть какая-то популярность, которая приходит из моего предыдущего предыдущей функции. Так что почему нет? На прошлой неделе вы участвовали в переговорах пяти или шести правых политформирования, после которых вы сказали, что единый кандидат от правого фланга это хорошо и даже мы можем договориться. Это первая мысль, а вторая, что вы никогда не будете обсуждать единого кандидата с пророссийскими партиями. То есть я так понимаю, вы так назвали левые партии, которые существуют молодые. Мой вопрос к вам будет такой, а вы готовы к тому, что единым кандидатом от правых партий будете не вы? Конечно, готовы. Когда люди обсуждают или когда они ведут переговоры, вообще-то это обсуждение не переговоры про единого кандидата, это означает, что все, которые обсуждают, готовы к ситуации, что не обязательно будет тот кандидат. И мы обсуждали не только на следующей неделе, мы уже где-то месяц или полтора месяца говорим об этом. Это было открыто, да? Да, это была встреча с прессой, а так мы разговариваем уже несколько недель об этом, и как я там говорила, мы ищем механизм, который сможет нам показать, кто кандидат с наибольшим потенциалом. Бывший советник по национальной безопасности Румынии, президент Румынии Трояна Басецк Юлиан Кифу как-то в своем блоге не так давно написал, что бывший премьер-министр Юрий Лянк будет баллотироваться в президента Молдовы в качестве представителя Германии, а экс-министр просвещения Майя Санду в Соединенных Штатах. Я не знаю, то есть откуда и почему он это говорит. То есть я буду, если я буду кандидатом, буду от граждан Республики Молдова и не собираюсь ни на какое другое государство. Я думаю, он намекает на так называемую поддержку наших партнеров по развитию. А что имеется в виду через эту поддержку? Мы все знаем, что закон не позволяет никакое финансирование извне. Правильно? И мы уже показали, какие у нас финансовые ресурсы. Вы сами начали с того, что у нас съезд был не очень дорогой, я даже могу сказать, съезд был на где-то 30 тысяч. мы на все потратили. И если посмотреть на траты других партий, то вы увидите, что разница очень большая. То есть в чем может состоять вот эта поддержка? Да, наверное, Европейскому Союзу или США нравится, когда говорят, что мы собираемся строить демократию на их лад, и когда мы говорим, что мы считаем, что рыночная экономика правильное решение для молдавской экономики, что мы будем права человека осигура обеспечить и так далее. Наверное, эти вещи им нравятся, но во-первых, они будут ждать, чтобы посмотреть, что на самом деле мы будем внедрять, потому что в этой стране очень многие говорили, что они будут делать одно, а потом делали другое. Так что мы в ответе только перед гражданами этой страны, потому что они будут голосовать, они те, которые платят налоги, поэтому только они могут с нас спросить или требовать что-то. Скажите, это правда, что у вас не самое хорошее отношение с господином Лянко, что когда он выходил из ЛДП, он ждал вашей поддержки, и вы его тогда не поддержали, не ушли с ним. Во-первых, тогда вопрос был, если вообще остаться в правительстве Габурича или уйти, и был долгий разговор, если помните, даже были на ретеле, соцсетях, на соцсетях, были люди, которые говорили, что я должна остаться, были разные дискуссии, и тогда у меня был разговор с командой в министерстве образования, потому что все, что мы смогли сделать, это работа команды, единственное, что я сделала, это, что я смогла создать команду, а потом уже это была работа команды, я очень верю в команду, и тогда мы говорили, потому что мы только начали эти реформы, кодекс образования был, за несколько месяцев был принят, а все реформы, все самые важные реформы, это в кодексе образования, все о том, что вы говорили, чтобы сделать более эффективное образование, это там, и вот мы знали, что мы не сможем там остаться надолго, чтобы все эти реформы внедрять, но были очень, какие-то очень важные элементы, которые мы хотели успеть сделать до тех пор, когда нас уйдут, если можно так сказать, был очень долгий разговор, конечно, мне не нравилось все, что происходило в парламенте и так далее, но решение команды тогда было остаться и попробовать хотя бы еще чуть-чуть, конечно, через несколько месяцев все равно мы ушли, и мы ушли не только те, которые были не только менеджменты министра и замминистра, но потом ушли, к сожалению, другие начальники управления, которые были очень хорошие, которые бы смогли внедрять эти реформы, то есть это был единственный аргумент, почему я осталась в министерстве, потому что мы надеялись хотя бы еще чуть-чуть успеть сделать еще немного хотя бы. Понятно, но а какие сейчас отношения с господином Леонг вы общаетесь? Мы общаемся в контексте этих разговоров, которые про единого кандидата, то есть это все, да? У вас сейчас второй по популярности рейтинг из тех, кто озвучен как кандидат их президента. На первом месте сейчас господин Дадон, и вот он в вашем отношении позволяет определенные комментарии, например, что вы пытаетесь строить у себя большого оппозиционера, но вы были у власти и не последним человеком, а министром, да? И тогда все было хорошо, а сейчас вы их критикуете. Или вот еще одно, девушкой с Фейсбука не сделаешь лидером нации, ничего не получится. Как вы можете прокомментировать вот такие? Я вообще не комментирую то, что говорят другие политики про меня. В нашем политическом мире политикам нравятся вот эти вещи. Люди будут обсуждать, исходя из того, что мы сделали. Господин Дадон был министром экономики. Люди могут вспомнить, какие у него были результаты. Я была министром образования. Люди могут проанализировать, какие у меня были результаты, исходя из этого они будут принимать решения. Участвуя в программе на одном из каналов Кишиневе 1 февраля этого года, вы сказали, что если бы был референдум объединения Молдовы и Румынии, вы бы проголосовали за объединение. Статья Конституции, статья 77 Конституции Республики Молдова говорит о том, что президент Республики является главой государства и должен обеспечить суверенитет, национальную независимость и единство территориальной целости страны. Готовы ли вы отказаться от своих убеждений для того, чтобы обеспечить мир и спокойствие здесь, в Молдове? Если вообще когда-то будет референдум, то он будет законодатель... То есть это будет законный референдум, правильно? То есть это не будет референдум, если он будет вне закона. А уже на референдум каждый будет голосовать, как будет считать нужным. Это мое персональное мнение. Про программу партии вы можете прочитать. Ну я читала, конечно, мы с вами говорим. То есть мы там говорим о конкретных проблемах, которые мы можем решить и которые мы сможем решать. А внешние проекты они за это будут решать народ. Каждый со своим голосом. Если однажды будет 80% людей, которые захотят в один проект или в другой, тогда это будет решение народа. Я одна буду решать. Я вас об этом спросила не для того, чтобы знаете, как некоторые надувают на эту тему истерию. Мне просто интересно вот не так буквально на днях господин Басеску с супругой получили гражданство Республики Молдова в ускоренном режиме. Как вы считаете? Я не вижу ничего страшного об этом, наоборот. Если вспомнить, сколько граждан Республики Молдова получили гражданство, когда он был президентом Румынии, мне кажется, что это ответный шаг. Такая благодарность со стороны Республики Молдова. Да, мне кажется, что это Смотрите, после начала украинского конфликта в разы увеличилось количество заявлений о желании получить молдавское гражданство, особенно тех, кто проживает в Одесской, Черновицкой, Измейской областей. То есть этнические молдаване, которые хотят получить гражданство страны и проходят его в обычном режиме. Если мы говорим о европейском подходе или американском, там же должность не дает тебе права на ускоренное рассмотрение. Да, я не знаю, какие там цифры, я не думала, что есть так много людей, которые хотят получить молдавское гражданство. Для меня это сюрприз, потому что мне кажется, что наоборот все хотят учить. Нет, есть... Я не знаю, насколько там большая очередь и насколько там трудно получать это гражданство, но не знаю, мне кажется, что это большая проблема. Это просто политический акт, да? Наверное, да. Это просто, я говорю, исходя из того, сколько наших сограждан получали гражданство из-за того, что господин Басецку изменил законодательство и стало намного легче получать гражданство, мне кажется, что это нормально. Смотрите, в некоторых СМИ появилась информация, да, в соцсетях это обсуждает, о том, что результатом не только банковского кризиса, да, но и последних политических событий в стране может быть вариант пересмотра пункта о безызовом режиме для граждан Республики Молдова. Вы считаете это возможным или считаете, что это просто спекуляция на гнетение обстановки? Я думаю, что это спекуляция, но то, что дальше будет сложнее в разговорах с Европейским Союзом, это правильно, но я не думаю, что кто-то там собирается изменить режим, визовый режим. Если еще раз вернуться к теме будущих президентских выборов, на этой неделе, сегодня понедельник, на прошлой неделе мы столкнулись с ситуацией, когда господин премьер-министр находится с визитом и ведет переговоры с премьер-министром России, а президент Республики Молдова в этот момент делает заявление, говорящее о том, что Россия чуть ли не главный враг Республики Молдова и хочет обязательного изменения преевропейского курса Молдовы. На ваш взгляд, насколько вообще логичны такие заявления и должны ли все-таки президенты и председатели правительства работать в определенной связке? Наверное, должны работать в определенной связке, наверняка не должно быть противоречивших заявлений. сделаны сделаны особенные в то же самое время. Но это уже не знаю... Это момент, когда личные убеждения господина президента взяли вверх на целесообразность? Или личные у них есть документ, который называется файя не мы не видим, чтобы они поставили людей, которые смогут этот закон внедрять и так далее. То есть оценки нехорошие. Насколько свободно в своих решениях на ваш взгляд правительство Филиппа? Свободно от кого? Насколько скажем так во главе стоит экономика и интересы граждан? Нет. Во главе стоят интересы одной партии и вообще больше, чем одной партии одного человека. Мы все понимаем, что премьер-министр у него не власть. Не разложена на руки. Да, власть. не у него. А власть в другом месте. Если кандидат от правой партии единый, опишите его, каким он должен быть на вашем спре? Во-первых, это должен быть человек, который не имеет ничего общего с этой системой, то есть который не участвовал ни в каких краж и так далее. Человек, которому можно доверять и который сможет с этими людьми побороться. Потому что как эта система работает? Если тебя могут контролировать чем-то, то тогда ты ничего не станешь сделать. Должен быть индепендент, независимый человек. человек. Второе, человек должен понять, что президент не только для того, чтобы все это уничтожить, или как это сказать, а демола систему, разрушить эту систему, а для того, чтобы построить что-то, потому что разрушать легче, а вот построить у нас не очень получается. Если мы строили государственные институты в эти 25 лет, то у нас не было таких проблем, чтобы у нас был Национальный банк, который не знает, что творится в банковской системе, чтобы у нас была прокуратура, которая не хочет или не может все это инвестигировать, расследовать и так далее, чтобы у нас было агентство по борьбе с коррупцией, которое борется с коррупцией, особенно с большой коррупцией, не только с какими-то там учителями и так далее. То есть вот, а как построить, это не очень нелегко, но можно сделать. Конечно, должен быть честный человек, человек, который может построить отношения с нашими партнерами, потому что они, мы не сможем очень быстро развиваться, мы не должны думать, что Европейский Союз, например, придет и все сделает за нас. Это тоже нужно понять. Мы должны сделать, но нам нужна помощь. То есть вот эти качества, конечно, чтобы он не боялся никого. Спасибо. Можем ли мы говорить о том, что сегодняшняя сложившаяся не только политическая, но и экономическая обстановка в стране стала возможной благодаря инфантильности нашего общества? То есть инфантильности в каком смысле? Что наши люди всегда ищут не только виноватого, но и того, кто за них решит? Ну, об этом мы и говорим, что мы не популисты, мы не говорим, что должен быть, что придет один человек и за вас решит все вопросы. Мы говорим, что мы создаем партию, чтобы найти вот этих лидеров на местном и на национальном уровне, чтобы они потом помогли с этими процессами. А процессы будут довольно сложные. Я смотрела, что где-то 70% людей говорят, что они поддерживают реформы. Вопрос в том, что если они понимают, что такое реформа. Но если вернуться к примеру в образовании, то, что нас поддержали, несмотря на то, что реформы были достаточно жесткие, это пример того, что люди, если будут нормальные руководители, нормальные лидеры, не только один, но на всех уровнях, то тогда мы сможем пройти даже через жесткие реформы. Насколько готовы к ним люди на самом деле? Вы правы, мы должны понять, что процесс трансформации будет... Начинается с каждого из нас. Конечно. Поэтому образование очень важное, то, что мы хотим, чтобы люди знали и могли работать, и хотели работать. Да, работа тоже должна быть, но мы должны быть готовы к тому, чтобы сделать усилие на цепь. Скажите пожалуйста, как вы относитесь к тому, что происходит в муниципе Кишинев на сегодняшний день? Даже не знаю, все уже настолько критикуют мэра, что даже не знаю, если можно еще что-то сказать. непонятно, почему он вообще захотел пойти на третий срок, потому что два срока было, хотя люди после двух сроков могли бы понять или сделать выводы соответствующие. А уйта. Забыть? Забыть. А после третьего уже настолько все злы на него. Вы готовы подписать петицию о необходимости проведения референдума? Да, конечно. И готовы принять активное участие в том, чтобы... Просто две партии заявили очень четко, социалисты и Народная Европейская партия. Да, потому что у них есть представители в муниципе, и они... Ну, вас поддержит много представителей гражданского общества. Да, есть. Просто мы не успеваем еще, мы строим партии, и мы не сможем... Да, мы надеемся, что у нас будет команда, которые будут заниматься... Чтобы в этом году поменяли примарки. Да, я согласна, потому что уже некуда, уже столько проблем, и вообще никакого сигнала, что он что-то хочет поменять. То, что он не смог создать команду за столько лет, и хотя бы некоторые вопросы решать, хотя бы некоторые проекты... Хотя бы контролировать у себя в примаре ситуацию. Это говорит о том, что у человека нет способностей руководить... И нет критического мышления осознать происходящее? Да, наверное. Вопрос уже не о политике, а о вас. Когда вы последний раз ходили в театр? Что вы смотрели? Я была в ЮНЕСКО, когда была вот эта неделя и последняя была в ФЛАМЕНКО, не помню, как называется, но были ИСЛАНСКИЕ ТАНЦЫ очень-очень красивые. Вы любите хай-театр вообще? Я не могу... Я люблю, но я не могу сказать, что я хожу достаточно дес... Часто? Часто. Из-за того, что занята, особенно, когда была в министерстве. Ну, сейчас у меня чуть-чуть больше времени. Надеюсь, что я буду ходить... Попробую, постараюсь чаще. Как себя чувствует женщина в политике? Я не знаю, как мужчина чувствует себя в политике, но в малакской политике нельзя чувствовать себя хорошо, потому что уровень культуры, политической культуры все знают. поэтому, мне кажется, очень мало женщин хотят попробовать себя в политике, потому что это настолько, я бы даже сказать, солбатик. Бешеный. Дикий. Дикий. И даже когда я говорила с людьми, когда мы создавали партию, люди говорят, это же не цивилизованный мир, как ты можешь туда войти, потому что можно ожидать все на свете. Но с другой стороны, если мы не захотим, если мы не перейдем через этот порог, то только эти люди и останутся, и ничего тогда не поменяется в политике. Достаточно трудно, когда ты женщина, вообще люди говорят, когда мне говорили в министерстве, мы не ожидали от тебя таких реформ. Такой жесткости. Почти как мужчина. То есть они думали, что делают комплимент, когда говорят, что почти как мужчина, но они... Но вы согласны с тем, что женщина для того, чтобы найти себя в политике или в любой другой области, чтобы выйти на первую роль, должна быть в три раза сильнее мужчины? Не знаю, в три или в четыре или в два раза, но женщин наверняка тяжелее в политике. Почему это происходит? Почему у нас странение воспринимает женщину луну? Потому что какой-то патриархальный уклад общества. Даже когда мы смотрели на сундажи, опросы, например, там есть вопрос, кому вы верите больше. И у меня там наибольший результат. когда идет вопрос за кого проголосуете, там меньше. То есть с одной стороны люди не верят, но с другой стороны они думают, что наверное я не... Женщина не справится. Да. Женщина не справится, потому что она слишком она не дерется, не и... То есть наша внешняя мягкость кажется слабым местом, да? То, что мы там не деремся, не оскорбляем никого. Все равно уже результаты лучше, то есть нужно просто об этом говорить, нужно в школе больше сделать на этот счет. И заключительный на сегодня вопрос, какая ваша заветная мечта? Мечта у меня одна, чтобы мне не хотелось и мне и другим людям не хотелось уехать из этой страны, чтобы мы смогли построить цивилизацию здесь, потому что здесь наши друзья, здесь наши родители, здесь наши семьи. Конечно, очень хорошо, когда ты можешь посмотреть мир, но еще лучше, когда ты хочешь вернуться домой. Спасибо. Спасибо за ответы, за искренность и за то, что не с вами было сегодня очень интересно разговаривать. Спасибо большое. Нашим зрителям хочу сказать, что это была программа «Независимое мнение» с Майей Санду. Смотрите нас каждую неделю на канале ITV, с нами всегда интересно. Всего вам хорошего, берегите себя. Редактор субтитров Корректор А.Егорова